Основано на реальных событиях. Это история о том, как неосторожное обращение с огнём может повлечь за собой необратимые последствия. Произойти такое могло в любом городе Казахстана. Наша основная задача – это спасение людей, тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ. Никогда не знаешь, что будет и когда нас вызовут. Сейчас вспоминаешь эти моменты, и мне кажется, что как будто это было не со мной. Для строителей, работающих в Астане, высота здания уже не имеет значения. В столице строятся необыкновенно красивые небоскрёбы. Многоэтажки вырастают на пустом месте буквально за считанные недели. Строительство интереснее, так как уже непосредственно работаешь, то, что после тебя остаются города – это один большой плюс. Этот жилой комплекс практически ничем не отличается, от других современных микрорайонов Астаны. Вот дом с готовыми квартирами. В них проживают счастливые новосёлы. И буквально за забором на глазах у жильцов возводятся другие многоэтажки. Дом-то мы уже в августе сдали. У нас, получается, такая приёмочная комиссия была. Всё сдали, прошли все эти испытания сделали. Он всё сдали. Короче, мы в августе сдали уже. В другие очереди строим. И просто так получилось, что мы рядом ещё строим. Другие жилые комплексы этого района. Для строителей-монолитчиков пятница 2 марта не предвещала ничего необычного. Другие жилые комплексы этого района. Всё шло по графику. После перерыва на обед работникам бригады предстояло начать работы по бетонированию монолитных конструкций. Другие жилые комплексы этого района. Другие жилые комплексы этого районного района. Сообщение о горящей квартире работники строительной бригады начали передавать друг другу по рации. Принято. Шандары, выдвигаемся. Жилой комплекс сдаем, мы все кабеля, все экспертизу сдаем. Получается, экспертизу квартиры проводим, технодзоры. Здесь впервые применили фиброцементную плиту в Астане, это ЦМЖ. Они горючие. Все, кто находился на строительной площадке, бросились к месту пожара. Я по рации услышал, а менеджер по работе с клиентом объявил, по разу, что пожар, на вторую очередь. Это как раз было после обеда, ровно после двух. И был медик со мной. Я как медицинский работник взяла свои принадлежности. Домой есть медицинский чемоданчик, где все необходимое лежит для оказания первой помощи. Я взял огнетушитель и выдвинулся на вторую очередь. Как бы недалеко было, мы быстро приехали туда. Быстро стали подниматься. Сигнализация, она из дома звучит. Мне кажется, хорошо, что в соседней квартире все выбегают. Вот уже люди понимают, что сигнализация звонит, значит, надо выходить. Закрывать дверь и надо выходить. В таких ситуациях, как бы, уже понимаешь, что могут быть какие-то последствия серьезные, да, то есть там, а вот, которые непосредственно требуют помощи именно медицинского работника. Значит, можно было в этой ситуации можно было что хочешь ожидать, да, там, и травмы, и летальные исходы, да, то есть моя задача была оказать первую помощь, то есть сделать все необходимое, чтобы помочь человеку. Строители еще не знали, сколько человек ждут помощи. Но было ясно, что дорога каждая секунда. Звонок на номер 101 поступил не сразу. Лишь в 14 часов 19 минут. Спустя 10 минут после того, как появились первые признаки пожара. Поступила тревога, и получается, личный состав собирается на выезд. С ребятами я был ответственным по части, выехали на этот пожар. У нас нормативное время сбора выезда по тревоге, это в течение минут мы уже выезжаем. Субтитры создавал DimaTorzok Меньше чем через минуту расчеты выехали к месту происшествия. Маршрут следования 4,3 километра. 4,3 километра, и получается, вместе со сбором и с выездом мы где-то за 7 минут доехали. Водители на дорогах не пропускали нашу спецтехнику. Как это случается, часто у нас сталкиваемся с этой проблемой. Секунды, которые пожарные теряют в пути, не представляют ценности для безответственных водителей. Но именно эти секунды стоят человеческих жизней. Каждый вдох дыма человека, который, как бы сказать, продукты горения поглощает, он сразу отравляющее вещество очень сильное. Сразу попадает в кровь человека, и все. Можно несколько вдохов, и все, можно потерять сознание. И ты даже не успеешь крикнуть, где ты, или что-то, или как-то. Не позвать на помощь, не позвонить по телефону. Тем временем, строители пытались попасть в квартиру. Продолжение следует... я пытаюсь понять, что вы не знаете того, что я не сожжу. Я была одной falsой. Я не могу не претензать его, но я не могу. Я не могу сделать этого, но девячаса, если я не хватит, я не могу не shook. Для этого есть первые ребята получают секреты и секреты. В этом деле люди приобрели секреты. Мы выехали в составе двух отделений, 12 человек. В пути следования нам довели еще раз информацию об обстановке. То есть горит квартира на седьмом этаже. Дети собираются уже прыгать с оконных проемов. И наш водитель уже ускорился. Ждать приезда пожарных времени не оставалось. Нужно было действовать. Самый сильный горелый – это балконная дверь. Она коптила. Пластик. Пластик – это диоксид, это яд. Прямой яд. От пожара никто не сгорает. Люди задыхаются. Вот самое главное. Это пластик горелый, диоксид – черный дым. Очень редкий. Можно запросто одним кладком воздуха уже задохнуться. Человек, который отрывился этим аглекислым газом, он сразу это понять не может. У него ощущение такое… Да, конечно, это в первую очередь стоит шок. И ощущение такое, что у тебя все нормально. Все нормально, что ты чувствуешь себя хорошо. Но при этом уже функции организма уже нарушены. И уже там идет отравление. Отравление идет организмом. Поднявшись на уровень седьмого этажа, мы уже не смогли зайти. Дым такой стоял, что невозможно было. Пришлось спуститься этажом ниже. Как раз вот ребята стояли. Мы уже жизнью работали, как мы делали. Арая кремя, что она уже крыла мазь, арая кремя. Потому что мы не могли снять. По инструкции, в целях безопасности, строительно-монтажные работы выполняются только при наличии специального страховочного пояса. Но в этот раз, возвращаясь с перерыва, страховки не оказалось. Времени у строителей даже думать об этом не было. Предложил этажом ниже спуститься. Как раз ориентируюсь же, где эта квартира находится. И подошел к той двери. Действительно, на тот момент нам повезло, эта дверь была открыта. И мы, забежав в нее, сразу подошли к окну. Дагестан у нас стал в оконный проем. Мы его страховали. Я когда слышал эти крики детские, у самого тоже есть дети. И вот первая мысль была, ну, тоже думал, всякие моменты были, всякие решения. Ну, принимал, думал, а если так, а если так. И весь ИТР-состав, да, и рабочий коллектив наш, и тоже, они все принимали участие. Кто-то вот снизу натянул брезент, в случае вдруг упадет кто-то поймать. С фасадной бригады тоже ребята поднялись на крышу, тоже хотели уже спуститься, как альпинисты. И каждый, каждый из нас, ИТР-ов, все-все хотели, принимали участие. Все думали, как помочь, как спасти. И он, вот как я сейчас помню, поймал девочку. Конечно, ситуация такая, что не для слабонервных. У меня в первую очередь какой-то секундный был ступор. Секундный. Вот я просто вот увидела это глазами и собралась резко. Уже этот период, ребенка схватили, значит, все мне передали. Я смотрела, нет ли визуально там у него переломов, то есть как-то вывихи. Так как, естественно, его ловили у ребенка, могли быть, да, вывихи там, различные другие травмы, да. Вот. Посмотрела, все хорошо. Ну, и ребенок, конечно, был в шоковом состоянии. Он плакал, кричал, вот. Он был голенький. Я посмотрела, сняла с себя куртку, укутала его и передала рядом стоящему мужчине. Пожарные приехали к дому через 7 минут после звонка. Вызвали, как ни секрет, поздно вызвали, конечно. Обычно люди так и делают уже, когда уже сами пытаются сами тушить, что-то делать. И не получается потом, когда уже пожар уходит, и уже только начинают вызывать противопожарную службу. И в тот момент уже, как бы, уже намного сложнее это все проходит. Мы прибыли к месту вызова к 14.27, то есть время следования составило 7 минут. По прибытию, опять же, двор был заставлен автотранспортом. Возникла проблема, так как у нас автотехника габаритная, большая. К этому времени строителям удалось спасти трех человек. Двух маленьких детей и молодую женщину. Но оказалось, что в горящей квартире остались еще два человека. Четырехлетний мальчик и пожилая женщина. Сразу пошел на разведку и, получается, установил, что в окне седьмого этажа идет густой черный дым. Значит, горит квартира. И получается, что в тот момент, получается, на вот этом окне находился человек. Потом дал команду сразу нашему старшему инженеру, Бесенбекову Манжолу. У него в составе двух отделений на спасение людей согласно первого принципа решающего направления. То есть все силы, средства вводятся на спасательную работу. Нам некогда было даже сделать шаг назад. Мы просто затягивали и падали. Мы не думали, что там столько людей находится. Мы думали, что там ребенок и женщина. А потом, когда нам женщина сообщала, что там еще двое детей. Еще оказалось, что там еще и бабушка. Немножко удивило, но мы не растерялись. Мы опять сгруппировались и стали освобождать их. Когда я живу, я живу, я живу, я живу, я живу. Я живу, я живу, я живу, я живу, я живу. Мальчик стоял на кондиционерной решетке и он боялся. Да, и мы не могли дотянуться до него, чтобы, ну, безопасно, чтобы спасти его. В этот момент у нас подошел к нам парень. Я живу. Я живу. Я живу. Я живу. Строители были спасены уже трое детей, то есть нас эта новость очень обрадовала. Но опять же нам сказали, что там осталась пожилая женщина, нужно ее спасать. На кадрах, которые молниеносно облетели социальные сети, видно, как пожарные пытаются подняться в горящую квартиру. Применили способ комбинированного подъема. Мы действуем в разных направлениях. Мы тоже применили этот способ. Вообще все видео, которые люди снимали, они происходили именно со стороны горящего окна. А вся работа производилась с тыльной стороны здания, то есть с подъезда. Там, получается, основная работа проведена. В считанные секунды строителям удалось спасти третьего ребенка. Все трое находившихся в квартире малышей были переданы службе скорой помощи. Однако на седьмом этаже все еще оставалась 73-летняя пожилая женщина. Как приехали, по-моему, по прибытию мы сразу же поднялись. Седьмой этаж был охвачен сильным, ну, сильный дым был, черный густой дым. У нас было вот четверо первого отделения. Зашли в горячую квартиру вдоль стен, получается, двигались в сторону оконных проемов, так как там более уже есть возможность подышать. Ну, элементарно как бы женщина могла там оказаться, ну, как интуитивно. Возле окна она стояла, и надели на нее маску спасательную, по лестничному маршруту спустили. Также соседних квартир спасли еще, получается, женщину с ребенком. Эта квартира тоже на этом этаже находилась, на седьмом. И также там, получается, много было людей, скопление большого, всех паника. Кто-то тоже говорит, у меня дома находится ребенок. Он тоже указал, какая квартира, тоже туда просредовал. Второе звено также, получается, спасли оттуда ребенка. У нас есть свои меры безопасности. Это не просто там одеть какой-то баллон и маску. Это целая наука, я считаю. Газодымозащитная служба тому долго учится, и у нас свои меры безопасности. Также есть постбезопасности. То есть перед тем, как звено зашло в задымленную среду, у нас остается один человек, который делает расчеты. Он всегда подсчитывает быстро, сколько у них остается времени. То есть он, когда они заходят, он у самого наименьшего давления, кого это записывает, делает свои расчеты, и им уже по рации передает внутрь, сколько у них осталось времени работы в задымленной среде. А потом уже, как этаж седьмой полностью обследовали, ввели стволы на тушение, пожара, уже вверх лежащие этажи сразу же обследовали, получается. Соэвакуировали много людей, так же, как сверхний этаж. Сами знаете, дым всегда, он идет наверх. Вверх лежащая квартира была тоже очень задымлена. Получается, сперва, как бы, мы всегда в дверь стучим, никто не открывает. Потом применили, получается, шансовый инструмент, вскрыли дверь, зашли на верх лежащую квартиру. Там, слава богу, никого не было. И все, получается, потом как-то уже передали, что все люди спасены, эвакуация произведена. И спокойно уже отработали этот пожар, и как бы горение, все ликвидировали. Мы этих детей спутили на первый этаж. Посмотрели, контролировали давление, посмотрели. Затем приехала скорая. У детей было шоковое состояние. В первую очередь это был шок. Даже если спросить у него, что тебя беспокоит, как у взрослого ребенка, восьмилетнего, если я уже не говорю о двухлетнем ребенке, то он, соответственно, даже не смог ответить. Это нормально. Конечно, это шоковое состояние. Шок. Важный фактор для детей – это необходима реабилитация и хороший психолог, который будет с ними работать, потому что это психологическая травма. Очаг возгорания находился на балконе. Он был утеплен и использовался арендаторами жилья в качестве кладовой комнаты, а значит, был полностью заставлен. Наибольшую опасность представлял густой ядовитый дым. Он распространился всего за секунду. Только чудом в этом пожаре удалось избежать жертв. Что значит? Он не был в этом. Он не был в этом. Поехали. В этом жилом комплексе хоть и дом 9-этажный, там система дымоудаления, не предусматривается, но наша компания заложила, вложилась, так как в первую очередь это безопасность жителей, ради этого поставили пожарную сигнализацию, систему дымоудаления, за счет этого, думаю, тоже удалось избежать многих потерь. Пораньше вызывать службу пожаротушения, потому что не надо пытаться самим, надо вот вызвать, я считаю, нашу службу, а потом уже, если есть возможность, какие-то действия предпринять, потому что все равно должны делом заниматься те люди, которые к этому подготовлены. Можно получить ожоги, можно получить отравление угарным газом. У нас есть все средства для этого. Информация о пожаре в жилом комплексе на левобережье Астаны распространилась мгновенно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, как бы мы решили сработать на опережение. Поэтому, да, и приняли решение, чтобы самим освобождать детей. Так как время шло, там, можно сказать, на минуты, да, кто-то мог бы задохнуться. И, наверное, у каждого это в голове было, и каждый думал об этом, как спасти это. И я очень рад, что у нас есть, как бы, такие люди храбрые, мужественные, которые действительно на это пошли. Они стояли там, знаете, где-то внизу с телефоном и что-то снимали. Они ребята просто простые, я их сам видел. Пошли и сделали эту работу. И все равно это, как бы, очень храбрый поступок. Я считаю, ребята молодцы, я только за них горд. Рад всему был, что, действительно, наши ребята, мы все в команде это все сделали. И у нас все получилось. Да, я очень горд, что какие ребята у нас работают. Следствию еще предстоит выяснить причины возникновения пожара. Но этот фильм о другом, о ценностей человеческой жизни и о спасателях. Они живут рядом с нами. И спасателем может оказаться каждый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok